здарова эта передача пока шеварим между прочим уже 30 выпуск сегодня я покажу как приготовить вишневый пирог с творожным тестом для приготовления я беру берем сливочного масла 150 грамм и пшеничной примерно столько же и творожным 9 процентной жирности сахарного песка 180 грамм берем вишни замороженной прямо из холодильника и желатин 10 грамм мы тоже возьмем полкилограмма замороженной вишни без косточек 150 грамм творога жирность 9 процентов 150 грамм сливочного масла пшеничную муку сахарный песок и 10 грамм желатина сначала берем 150 грамм сливочного масла и 150 грамм муки масло режем на маленькие кусочки и вместе с мукой все это дело ножичком вот так вот активно перемешиваем добавляем сахар и творог замешиваем тесто тесто надо завернуть в пленку и положить в холодильник на часик а а в это время готовим начинку замороженные вишни прямо в замороженном виде кладем в кастрюльку добавляем к ним 100 грамм сахара и ставим на небольшой огонь пока вода в кастрюле закипает замачиваем наш желатин в холодной воде для этого надо взять где-то одну треть стаканчика холодной воды и добавить туда желатин замачиваться он будет минут 10-15 когда ягоды закипят надо выключить огонь и добавить к ним наш желатин тщательно все перемешиваем чтобы желатин полностью растворился после того как все перемешали ставим кастрюльку куда-нибудь остывать остыть начинка должна до комнатной температуры а теперь возвращаемся к нашему тесту раскатываем тесто толщиной где-то в один сантиметр равномерно распределяем тесто в форме для выпечки на дне нашего теста делаем проколы вилкой для того чтобы она не вздувалась когда будет печься разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем наше тесто минут 15-20 возвращаемся к начинке необходимо вишни отделить от жидкости в которой они находятся выкладываем ягоды без жидкости на нашу основу после того как выложили ягоды ставим нашу основу с ягодами в холодильник также ставим вишневый сок который мы отделили от вишни тоже в холодильник теперь очень важно следить за соком вишневым который находится в холодильнике как только он начнет застывать в желе мы сразу же польем им наши ягоды и уберем это все обратно в холодильник когда желе на пироге застынет вкусный пирог готов с вами была передача по кашеварим всем пока до новых встреч а я останусь попью чайку Белые обои чёрную посуду чёрную посуду нас в гущёвке двое кто мы откуда откуда задвигаем шторы кофеёк плюшки стынут а лишней ты теперь на лахтёры почему я на ней так сдвинут чёрную посуду чёрную посуду все Продолжение следует...